здравствуйте все и так в этом видео речь пойдет о том как не просрать семьдесят тысяч рублей или двадцать пять тысяч гривен именно столько стоит данная видеокарта rtx 360 да цена конечно не соответствует реальным возможностям любой видеокарты в наше время но в целом я хочу вам показать на своем личном примере что одна и та же видяха в разных компьютерах может вести себя очень по-разному так кому будет полезно это видео но первых тем людям кто имеет не самый свежий скажем так старенький компьютер и вот они решили вдруг внезапно обновить свою видеокарту за 90 тысяч рублей хотя такой безумный сценарий вряд ли может случиться в жизни но окей ладно допустим вы ничего не понимаете видеокартах пришли вот скажем в днс и вам консультант по традиции впарил тыс 60 или 2060 в общем видеокарту стоимостью явно выше чем стоит весь ваш компьютер и кстати да такие случаи мне рассказывали зрители они действительно случаются о том что люди имеют дома слабую пекарню думали что если вот поставят себе видяху мощную то они решат все свои проблемы сразу и вот теперь я по сути буду выступать вот таким человеком и протестируем одну и ту же карту на двух разных компьютерах один из них это мой рабочий в котором стоит современное железо то есть конечно не самая мощная но современная и второй компьютер это такой себе обычный четырехъядерный за 20000 рублей на 8 оперативы и посмотрим точнее посмеемся что из этого получится но сперва друзья раз уж речь пошла то есть зашла о компьютерах и комплектующих то не стоит забывать про альтернативу компьютерам это конечно игровые ноутбуки и если вы живете в украине то наверняка знаете о нашем любимом гипермаркете электроники конфи это очень классное место с кучей товаров для геймеров и скажем прямо сейчас у ребят можно посмотреть два прикольных игробука эти модели мне лично кажутся оптимальными для игр первый из них это acer nitro 5 и 2 это lenovo gaming 3 есть и вкратце то nitro 5 очень симпатичная модель у него стоит 6 ядерный 12 поточный райзен далее видяха тоже довольно интересно это 1650 ti но оператива внимание не восемь а шестнадцать двухканалей и стоит он за вполне адекватные денежки 26 тысяч гривен есть конечно варианты на 8 оперативы он будет стоить еще дешевле ну а второй ноут это lenovo он-то как раз и дешевле на 4000 и у него внимание меньше оперативы то есть восемь в одноканале и сам накопитель тоже не 512 256 зато внутри находится gtx 1650 и она потянет игры без проблем понятное дело что у lenovo есть такая же модель 16 оперативы и 1650 ti но стоит она уже 27 тысяч гривен в общем то я оставлю ссылочки в описании на эти модели и в целом я бы хотел сказать важную вещь что эти два ноута от acer и lenovo можно использовать не только для игр но и для работы с фото и делать скажем монтаж видео тоже можно спокойно то есть по сути это универсальные инструменты причем внимание есть возможность взять их еще дешевле в эти конфи появилось свое мобильное приложение это очень удобное красивое шустрое приложение и всем кто скачает его прямо сейчас выдаются приятные бонусы которые можно сразу же потратить примеру мне после скачивания дали 300 гривен так что спешите друзья переходите в описании по ссылочкам под этим видео скачивайте приложение конфи и получайте свои бонусы но теперь давайте вернемся к теме нашего видео общем еще раз повторюсь ключевой деталью в обеих сборках будет арте x360 от компании киев и 2 эта модель считается одной из топовых продаж называется на полностью киев и 2 geforce арте x360 x black и у нее напомню 12 видеопамяти что слишком запасом наше время и значит тестировать full hd и я точно не стану в комплекте с видеокартой идет rgb коннектор чтобы синхронизировать подсветку всех железок в компьютере и сама видеокарты но если вам это честно не нужно то видяха сама по себе может рандомно подсвечивать свои ветродувы то есть вентиляторы целом из ключевых особенностей я бы отметил что важно это всего лишь один коннектор на 8 пин то есть можно подключить саму видеокарту к любому старому блоку питания кстати в моем случае вот в дешевой сборке будет стоять самый примитивный чифтек на 400 ватт точнее там чистыми по линии 12 вольт 330 с копейками и это еще один интересный момент я проверю сможет ли этот питальник вытащить 3060 то есть он то конечно сможет вытащить мне кажется но вопрос вот в том насколько ему будет тяжело в таких условиях потому что он будет работать и судя по всему я думаю на пределе на плюс 200 процентов и второй важный момент это видеокарта она явно не самая маленькая то есть почти 30 сантиметров ну там 28 с копейками в длину и она конечно же ну как бы не влезла в дешевый компьютер я помню что купил под эту бичевую сборочку самый дешевый корпус за 1400 1500 рублей это кстати микроформат и тут в целом вот в него может поместиться я думаю обычные 1650 или 2060 но так вышло что в 2021 почти все карты даже бюджетные от вендоров те же самые 3060 они все идут почему-то с очень большим и мощным избыточным охлаждением и такое охлаждение оно понятное дело имеет крупные размеры но зато я думаю будет температура но не больше 75 в остальном что еще можно сказать о данной видеокарте я даже не знаю но сборка в целом аккуратно и нет люфтов ничего не скрипит она явно лучше собрана тему тоже скажем поле 3060 и не в обиду конечно было сказано самой компании полит ребята там работают нормальные но их последние 3060 она конечно вот имеют прям ну очень примитивный внешний вид тут хоть и есть вы знаете какой-то дизайн нормальный есть подсветочка и металлический backplate в общем это не самый дешевый продукт сразу видно вот здесь с этим все в порядке и тестировать этот продукт я буду напомню на двух компьютерах в первом случае у нас идет значит пацанский i5 10600 киев разгонит до 5000 по всем ядрам далее в нем 32 оператива на частоте 3200 ну короче это мощная машина и куда интереснее это уже второй ящик данный компьютер уже не принадлежит лично мне я должен отдать его подписчику и внутри у нас ты значит четырех ядерный райзен 3200 далее 8 оперативов 2 канале на частоте 3200 и питание еще раз повторюсь на 400 ватт короче давайте все-таки ближе к делу и так сперва начнем именно с этой машины и то есть слабо я подключил сюда видеокарту давид конечно колхозный но все равно как бы это работает и первым делом начнем издалека запустим скажем rainbow 6 на самых запредельных настройках в разрешении qhd то есть два кей я специально решил везде выставлять только ультра настройки и не тестировать full hd но потому что я не хочу чтобы это были знаете тесты процессора все же чем выше настройки тем больше внимания к видеокарте и вот тут у нас очень интересная картина если честно я думала ситуация будет явно хуже чем я фантазировал своем представлении да мы видим что четырех ядерный райзен не то чтобы долбиться соточку он просто везде работает на сто процентов и при этом он даже умудряется загрузить карту 3060 почти на 90 процентов ну то есть там не везде прямо от 90 процентов трудится видях а есть некие просадки до 80 но есть и поднятие до 98 на ультра настройках в ваке 120 130 fps это я считаю отличный результат честно я думал будет ну не больше 90 и поэтому пока что начало абсолютно нормальное опять же мы все понимаем что это rainbow 6 это все-таки и сетевой шутан это явно не самая жирная тема для обсуждения тем более тут закрытые локации поэтому давайте перейдем на что-то более существенное и с трассировкой лучей и запустим например control что ж друзья и так по традиции в настройках все я выставляю на самые запредельно возможные далее включая трассировку лучей артеx и конечно если мы включаем трассировку то желательно я бы даже сказал я настоятельно рекомендую пользователям включать использовать dlss и вот в таком случае видим что в control среднем от 35 до 50 fps и снова таки это очень странно но 4 ядерный райзен за 6000 рублей именно за столько я брал его в эту сборочку в общем то этот райзен уже трудится не на сто процентов ну там на 80 и при этом видеокарта артеx 360 почти везде загружена на 95 99 процентов единственное что я заметил это просадки причем такие знаете мощные статоры именно моменты с очень сложными спецэффектами в эти моменты процессор резко включает все свои сто процентов видеокарта остается без процессора по сути и резко проседает до 50 процентов однако все равно если дать вот немножко пропердецца самой игре то есть текстуры постепенно заполнит видео памяти все же оператива у нас мало напомню всего 8 и вот потом уже исчезают все эти статоры и можно даже получить нормальный юзер экспириенс одним словом я удивлен что даже с таким явно бюджетным процессором артеx 3060 все еще выдает приличный фреймрейт но друзья есть очень важный момент я пока что запускал игры которые по сути имеют закрытое пространство тут нет прямо знаете сильных требований процессору и оперативной памяти и вот теперь все таки давайте запустим например киберпанк с очень большими открытыми локациями так все это я сделал то есть выставил все настройки снова на самых запредельных с трассировкой лучей в 2 ки и тут друзья наконец-то мы взглянем правде в лицо что ж вот и все что требовалось как бы вам донести теперь я точно знаю что если я захочу подделать тесты на слабом компьютере то я не стану запускать киберпанк или что-то с открытым миром потому что тут сразу становится все на свои места нет конечно друзья чудес не бывает видим что процессор снова ушел в запой то есть на сто процентов и киберпанк полностью съедает всю страшную мощность этого процессора и вот как бы на видеокарту абсолютно ничего не остается то есть она по сути остается без процессора он в это время занятом просчетами большого количества объекта в открытом мире у него явно не высокая частота плюс к этому и значит видяха обречена жить своей жизни без процессора и поэтому она трудится там на 40 процентов а местами даже на 30 то есть ее по сути и нет в данном компьютере если уж так выразиться и поэтому давайте все-таки вытащим ее из этой плохой компании да и поставим в нормальный компьютер чтобы так сказать оценить ее весь потенциал так мы снова с вами возвращаемся киберпанк повторяем все те же ультра настройки включаем трассировку лучей и ставим dlss в режиме производительность и наверное я думаю тут ну нет смысла что-то комментировать явно видно что теперь видяха везде на сто процентов трудится процессор хоть и шестиядерная но у него высокая частота 5000 и 32 оператива это очень комфортно смотрится на фоне арте x 360 да не тут конечно заветных 60 fps но я напомню что это самые запредельные настройки с лучами 2 кей и это все же киберпанк это одна из самых требовательных проектов в наше время если вам очень надо стабильный 60 fps без проблем то как бы ставим full hd или скажем понижаем настройки до высоких и будет вам вот 60 кадров без проблем но я решил все же тестировать без понижения настроек чтобы оценить предельный потенциал видеокарты и самой сборки в том числе причем история с киберпанком она понятное дело не является исключением я запускал также еще один требовательный бенчмарк watch dogs legends и вот тут история снова повторилась то есть на слабой сборочке видеокарта трудится снова на 40 50 процентов вот такие дела в общем друзья что это значит это значит что результаты теста в любой видеокарты зависит не только от самого железа в вашем компьютере а именно от условий в которые сами же вы и поставите свое железо потому что можно вот например в киберпанке открыть самую первую локацию в закрытом помещении там без проблем везде будет 60 fps даже на сратом компьютере и тут же можно прямо то рассказывать мол смотрите все тянет друзья замечательно ссылочки в описании переходите и берите это железо иное дело если вы скажем запускаете проекты с открытым миром выезжайте в самые сложные локации вот именно тут начинается вся правда о вашем компьютере одним словом мы снова с вами подтвердили мои слова о том что мощному компьютеру нужно мощной видеокарты и слабому компьютеру слабую видеокарту то есть понятное дело что чудо не будет единственное где можно еще получить нормальный результат на слабой машине это сетевые шутаны и что-то наподобие roblox вот и вся история то есть не думайте что если вы купите мощную карту сразу вот решаться все ваши проблемы нет товарищи это комплексная проблема и конкретно в такую машину слабую лучше поставить что-то вроде gtx 1650 супер а в эту мощную машину понятное дело можно ставить или эту же rtx 360 или даже 3070 с этим проблем точно не будет на этом как бы ну это все что я хотел вам рассказать если вам интересно это было то поставьте лайк можете даже задать мне в комментариях вопрос какую видеокарту вам лучше поставить ваш компьютер конкретной и мы с экспертами в подскажем вам лучший вариант но окей как бы на этом у меня все друзья еще раз я с вами прощаюсь буквально на пару дней поздравляю вас с наступившими праздниками всем по традиции я желаю не болеть и до новых встреч на канале пока пока